В Новом Уренгое, в конце Северной магистрали, в районе прибрежной зоны, стали появляться проталины, предположительно от слива коммунальных отходов. Горожане проследили и сняли на видео факт загрязнение окружающей среды. Неизвестный на грузовике с выключенными фарами выливал на снег нечистоты. Информацией заинтересовался Департамент общественной безопасности. Сотрудники ведомства выехали в тундру и обнаружили там мини-канализацию. Данное мероприятие проводилось специалистами. Все зафиксировано протокольно. Материалы направлены сотрудникам полиции для составления протокола. Штраф, согласно статье, по которой направили для составления, может достигать до 70 тысяч рублей на физических лиц и до 150 на юридических лиц. В общем, очень суммы внушительные. Эти изменения внесены буквально в июле этого года. Нарушителем оказался частный предприниматель, который ведет осенизаторский бизнес в Новом Уренгое. Это популярный способ заработка. Объявления на разных сайтах с предложением услуг откачки, масса и цены разные, как и отношения людей к своей работе. Одни утилизируют отходы правильно, другие сливают в кусты, чтобы не платить за это. По закону, канализационные воды перед отведением в почву или водоемы должны тщательно обрабатываться, так как могут стать источником кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Сейчас мы с вами находимся на сливной станции, цех очистных сооружений и канализации, куда по всем правилам мы должны привозить источные воды с объектов нецентрализованной системы водоотведения. Здесь происходит именно слив со спецтехники, с лососов. Дальнейшее идет уже на механическую очистку, на биологическую очистку и обеззараживание. Большая часть клиентов компании – промышленные предприятия. Жидкие отходы принимают в новом Уренгое по тарифу 133 рубля за один кубический метр. Чтобы в городе зарабатывать на откачке септика законно и безопасно, частникам нужно обратиться в компанию Уренгое Гурводоканал. Процедура – это недолго. Эту процедуру можно оформить как и онлайн по электронной почте, так и подойти именно наручно, уже именно в отдел сбыта и реализации. Как только оформляется договор и оплачиваются талоны, сразу выдается разрешение на слив. На данный момент с городским предприятием сотрудничает пять индивидуальных предпринимателей. Если подсчитать количество объявлений об откачке в интернете, возникает вопрос – а куда все эти люди сливают отходы из канализации? После найденной лужи нечистот в ноябре, в декабре в этой же местности появилась еще одна. Не убегут от закона и эти нарушители. Кроме постоянных штрафов, незаконную деятельность горе-бизнесменов могут прикрыть на 90 дней. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.